здравствуйте мои дорогие как и обещала вам сегодня хочу показать как сделать простые листочки из гофрированной бумаги как их я делаю сама и так принцип в принципе тот же самый что и делают другие мастера разглядев например вот эту веточку мы увидим один лист тут большой и два по краям поменьше или например вот такая веточка состоит из трех почти одинаковых листочков и так нужно нам отрезать от бумаги зеленого цвета у меня в данном случае вот такая яркая нам нужно отрезать квадратики 4 на 4 или 5 на 5 сантиметров я отмеряю на глаз и потом покажу вам примерно вот эта линия она как раз 5 сантиметров нарезаем несколько квадратиков и так я сделала два квадратика один у меня 4 на 4 сантиметра а другой 5 на 5 можно сделать 3 на 3 например это зависит от того какой листочек размера вы хотите сделать для роз и других крупных цветов годятся как раз те размеры которые я вам предлагаю 5 на 5 и 4 на 4 теперь наш квадратик нужно разрезать пополам вот таким вот образом что получилось два треугольника режем ровно линия должна быть более ровная и затем мы будем склеивать вместе на проволоку вот таким вот образом клеить нужно быстро сохнущим клеем тем которые не разбавляют краски или не растворяют краски в общем чтобы краска наша осталась нетронутой у меня в данном случае патекс специальный я знаю есть клей момент такой он прозрачный и при сыхании его не видно или же как я я буду использовать пистолет с горячим клеем затем нам понадобится обыкновенно флористическая вот такая проволока она называется флораль хобби оазис ее можно приобрести как в интернет магазинах так и в магазинах все для творчества что мне нравится она уже зеленого цвета и ее не надо обматывать бумагой толщина обычная 7 0 7 миллиметра вот такая тонкая и крепкая я отмеряю 8 сантиметров и отрезаю можно сделать по длине или покороче опять на ваше усмотрение но для таких листьев мне достаточно отрезки по 8 сантиметров отрезав один отрезок я примеряю к проволоке и плоскогубцами вот таким образом отрезаем можно отрезать любым любыми плоскогубцами да или специальными ножницами для проволоки но ни в коем случае не режьте обыкновенными ножницами потому что вы можете их затупить и так но если у вас старый то можно и врезать старыми ножницами кто еще недавно зашел на мой канал креативный дом меня зовут мила и я хочу показать два лайфхака для пистолета и так пистолет грязный как его почистить нагреваем пистолет так чтобы вот не обжечь руки вот такой да достаточно нагретый и начинаем чистить хорошо счищается как вы видите и убираем клей немножко надавливаем трое лайф лайфхак в общем пример это стержень например если стержень длинный как у меня посмотрите с этой стороны он начинает плавится не дойдя до пистолета и расширяется и затем не входит пистолет что нужно сделать прежде чем работать мы берем стержень переворачиваем хорошей стороной и вставляем в пистолет тогда он хорошо плотно заходит без проблем можно работать и так продолжаем мы разрезали с вами наши квадратики получилось у нас по две детали и так у нас лист должен выглядеть вот таким образом вот это сечение или гофрировка должна идти сверху к центру и с другой стороны также сверху к центру не наоборот да не наоборот ведь листья если мы посмотрим смотрите у у них естественная такая структура все эти морщинки смотрят вверх листочка таким же образом поступаем мы я работаю так беру один треугольник и тоненько промазываю по краю не знаю получится тоненько или нет руки далеко в общем тоненько промазываем стараемся тоненько промазать тоненько промазываю по краю затем беру проволочку не доходя сантиметр до верха и миллиметр от края укладываемую проволочку сверху чтобы линии шли к верху я подставляю и приклеиваю лучше лучше равнять снизу вот здесь и сверху можно затем обрезать нашу лишнюю бумагу убираем наши нитки если они тянутся у нас не мешали нам и получается вот такой квадратик если где-то не доклеено проверяем то подклеим затем если получилось так как у меня вот здесь вот кончики видно то я их срезаю вот эти кончики обрезаю бумаги что получилось аккуратно убираю лишний клей и получается вот такой вот у нас квадратик вырезаю форму листа вот в центре чтобы он был шире а по краям уже вот эта макушечка она тоже срежется не страшно главное чтобы у нас вот здесь снизу было аккуратно и так срезаю вырезаю форму листика как это вот обычно можно вырезать или обрисовать прямо с компьютера листочки и затем уже использовать их и с другой стороны что получилось точно также симметрично вырезаю и получается у нас красивый листик но это еще не все чтобы работа была аккуратной следите чтоб центр у нас никуда не смещался вот где-то накладывается миллиметр туда миллиметр сюда в общем не больше получается лист и теперь можно конечно оставить так можно оставить так или например вот как у меня если например у розы листья вот они окрашены оранжевым цветом по краям или бордовым и так прежде чем нарезать зубчики здесь на листочке я окрашиваю мой листик оранжевым карандашом у меня здесь написано что это ваксовые мелки их еще называют масляной пастелью 12 цветов и я беру оранжевый цвет ну как я сказала можно бордовый взять вот бордовый тоже есть я беру оранжевый карандаш беру рекламу с красивыми девочками девочки извините я вас немного подчеркиваю шуткам и так укладываю листочек и я называю это карандашом масляный карандаш и так с лицевой стороны есть изнаночная есть лицевая определяемся какая сторона самая красивая выбираем лицевую сторону и вот так по краю слегка проходим снизу вверх не сверху вниз потому что здесь как раз рисунок идет вот наши гофры снизу вверх полоски да если мы обратно пойдем то все у нас затерется загнется и будет неаккуратно и так снизу вверх с другой стороны также хорошенько крепко придерживаю лист и прохожусь вот под зубчиком этим карандашом также я видела листики вот немножко совсем видите что сильно не надо листики тоже имеют в центре такую прожилку бордовую или оранжевую тоже я в центр обрисую слегка и в конце вот здесь кончик обычно очень такой яркий можно делать можно не делать можно оставить так даже вот вытянулся кончик у нас и теперь мы подровняем и я приготовила один побольше листок и два поменьше и так что же делаем дальше это мой способ я так придумала мне так больше нравится надо вырезать вот такие уголочки иголочки зазубринки я же поступаю так я просто ножничками такими маникюрными надрезаю от по линии рисунка надрезаю по два два с половиной миллиметра так вот достаточно часто прохожусь получается надрезы видите и до конца проделаю это до конца ну и совсем так чтобы сантиметр оставляет теперь другой стороны поворачиваю и с этой стороны тоже проделаю тоже самое надрезаю миллиметра два два с половиной и так с лицевой стороны теперь беру край немножко выгибаю и вниз немножко выгибаю назад и вниз противоположную сторону и вниз с этой стороны также противоположную сторону и вниз противоположную сторону и вниз и вот посмотрите лист становится похож на более естественный тогда когда мы все расправили Берем проволоку и слегка выгибаем ее. Слегка выгибаем, не сильно. То же самое проделываю и с маленьким листочком. Надрезаю, немножко вот так раскрываю и выгибаю. И тогда листочки смотрятся более естественно. Теперь нам нужно их соединить. Я снизу подкладываю маленький, затем большой. И сверху опять маленький. Выравниваю, чтобы большой оставался по центру. Вместе их соединяю. И теперь мне нужно отрезать полоску, которая будет все это обрамлять. Полоску я режу, если гофра идет таким образом, я режу ее в эту сторону. Чтобы потом ее растянуть. Можно конечно в эту, но она не будет тянуться. В прошлый раз мы с вами так делали, а я режу теперь наоборот. Итак, полоску нужно отрезать миллиметров 7 шириной. Но длина, смотрите сами на ваше усмотрение. А наша гофрированная бумага, она вытянется раза в 3 будет длиннее. Так что, вот например, если 8 сантиметров. Сейчас я вам покажу. Этот кусочек как будет выглядеть, если мы его потянем. Итак, смотрите, я его тяну. И уже даже и не 16, а вот видите. Какая длинная лента получается, с 8 сантиметров. И эти наши 24 сантиметра, которые получились, они нам хватит как раз на 2 веточки. Ставлю каплю клея небольшую. Прямо вот у основания листочков. Можно и подальше. Тоже красиво. Мы делаем сейчас листочки, но обычно, которые используют во многих цветах. Или во многих букетах. Так, приклеиваем полоску. И начинаем. Как обычно, вот мы веточку обворачиваем. Спускаемся вниз. Хорошенько притягиваем, но не так, чтобы порвалась наша бумага. Если даже она у нас порвется, можно снова подклеить на том же месте и дальше продолжить работу. Дойдя до конца, я оставляю миллиметров 5. И опять подклеиваю. Осторожно, не обожгите руки. Кто со мной работает, я намазываю вот саму палочку. Вот, и затем притягиваем. Получается вот так. И теперь нам осталось распределить их правильно. В общем, маленькие или влево, или вправо можно вот этот листочек развернуть. Вот так подтянув у него немножечко, не сильно. И вот нижний, который маленький, тоже в левую сторону. Средний поправим. И получается вот такая веточка, как у малины, посмотрите. Правда же, похоже на малиновую веточку. Вот. Ну, я использую, как вы видели, в букете для роз. Можно использовать в других букетах. Вот более крупная ветка, да, мелкая. И даже вот сама зелень красивая, без цветов. Посмотрите, как красиво смотрится. И кому нравится, делайте такие. Гофрированная бумага, она очень красивая. Можно из нее делать разные поделки. Итак, если вы хотите настоящую веточку для роз, то отходим вниз 3 сантиметра. И снова прикручиваем наши листочки. Получается такая веточка из 5 листиков. Здесь надо заклеить посильнее, ведь вытаскивается, должен крепко держаться. Итак, если понравилось, делайте такие просто, быстро и надежно. Но не забывайте удостовериться, что ваша веточка держится крепко, чтобы не как у меня вытаскивается. Итак, вот такие листья, да. Я с вами прощаюсь. Если будут вопросы, задавайте. И еще, что вы желаете, можете написать на весну, какие поделки мы можем с вами сделать. И я сейчас, как вы видите, увлеклась гофрированной бумагой. И если у вас есть пожелания, то я их принимаю. И мы с вами сделаем. Итак, до новых встреч, мои дорогие. Всего вам самого-самого наилучшего. Пока-пока.